Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас радостный день, потому что наш гость сегодня пришёл в студию. И мы уже не по скайпу его будем опрашивать, а вживую. И это Александр Кузьмин, член правления Латвийского комитета по правам человека. А тема у нас сегодня «Иски против Латвии в Европейском суде по правам человека». И на эту тему есть довольно-таки обширная статья в Википедии. Она называется «Постановление ЕСПЧ по делам против Латвии». И в ней практически полный список таких дел опубликован. Желающие могут посмотреть, ознакомиться и, если есть возможности и время, пройти по ссылкам на сами постановления и изучить суть дел. И мы предлагаем слушателям звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать свои вопросы Александру о том, как и кто может подать иски в ЕСПЧ и какова перспектива такие иски выиграть, насколько это долго, насколько это затратно и насколько это перспективно. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Итак, иски в ЕСПЧ делятся на несколько, наверное, разделов, и они не одинаково, так сказать, распределены по времени, по интенсивности и так далее. Что показывает Ваша практика наблюдения за этими судами, может быть, участие в подготовке исков в ЕСПЧ? Кто и при каких обстоятельствах может доказывать свою правду в этом суде? Во-первых, наверное, главное, о чём сначала надо сказать, это то, что далеко не по всем правам человека есть возможность обращаться в этот суд в Страсбурге. Многие вопросы это допускают, например, право на имущество, право на справедливый суд, многие политические права, но с большинством социально-экономических проблем, скажем, в отказе в медицинских услугах или с проблемами социальной помощи, в Европейский суд обращаться практически не получается, потому что он рассматривает только жалобы на нарушение конкретных договоров, и в этих договорах предусмотрены в основном политические, гражданские права, права, связанные с судебной системой, с образованием, с имуществом, но не трудовые права, не жилищные, не социальная помощь. Понятно. То есть получается, что прежде чем прийти в ЕСПЧ, человек должен пройти все круги судопроизводства в Латвии. Это так? Да. Обычно, в большинстве случаев, это означает, что человеку требуется со своим делом пройти все судебные инстанции. Обычно это районный суд, затем окружной и верховный. Если же проблема нарушения прав человека не в каком-то конкретном деле, отдельном правоприменении, а в самом законе, в правилах Кабинета министров или Городской думы, тогда обычно требуется сначала пройти Конституционный суд Латвии, потребовать в нем отмены этого закона, ссылаясь на Конституцию и ту же самую Европейскую конвенцию, по которой работает Страсбургский суд. И в случае неудачи, только после этого обращаться в Страсбург. Но не всякая неудача в Конституционном суде позволяет обратиться в Страсбург. Вот насколько я понимаю, иск депутатов согласия, поданный по школьной реформе, он не имеет перспективы в Страсбургском суде. Или это не так? Этот иск открывает возможность для частных лиц. Сами депутаты, должностные лица, они не могут по своим служебным вопросам обращаться в Европейский суд, туда могут обращаться только частные лица, сами родители от своего лица и от лица школьников, детей. Но благодаря тому, что сейчас Конституционный суд уже сказал, что он проблем с реформой образования не усматривает, сейчас от родителей уже не требуется по второму разу проходить тот же самый Конституционный суд. И можно подавать сразу в Суд Европейский. Этим, в частности, занимается и наш Латвийский комитет по правам человека. В конце прошлого года, в начале этого, мы подготовили иски для родителей из публичных школ. И главная роль здесь принадлежит Владимиру Викторовичу Бузаеву, сопредседателю нашего комитета. В целом было подано 138 таких жалоб осенью прошлого года и в начале года этого, чтобы соблюсти срок 6 месяцев после 1 сентября запуска школьной реформы. Сейчас около трети из этих жалоб уже, мы знаем, зарегистрированы в Европейском суде. То есть пришли письма о том, что им присвоен конкретный номер. Остальные еще задерживаются, потому что сейчас из-за пандемии ограниченная работа самого суда заторможена. Но зачем так много, можно сказать? Да, зачем так много? Главное, из-за того, что обычно Европейский суд слишком долго для наших нужд рассматривает дела. 7 лет, 8, бывает даже больше. То есть латвийская судебная система, которая славится своей неторопливостью, она по сравнению с Европейским судом по правам человека вполне даже оперативная? Да, в Европейском суде всего 47 судей, по одному от каждой страны участницы. И на начало этого года около 60 тысяч жалоб накопилось. Правда, большинство из них отклоняется достаточно быстро. Поэтому дела занимают 7-8 лет, иногда 10-12. Чтобы убедить судей дать приоритет конкретным жалобам, мы организовали массовую подачу исков с похожими обстоятельствами, связанными с одним и тем же законом. Здесь помогли активисты Русского Союза Латвии помочь людям заполнить подготовленные нами бланки. И сейчас есть шансы, что благодаря этому дело рассмотрят не за 8-10 лет, а, скажем, года за 3-4. Ну, насколько я понимаю, вот такая процедура массовой подачи исков – это не ваше изобретение. Я читала в российской прессе о том, что предлагаются тоже такие способы, так сказать, массовой подготовки исков фактически по одному лекалу. То есть суд не смущает, ну, такая процедура, и он вполне принимает эти жалобы. Ну, главное, чтобы лицо, которое подало, это было реальное лицо и со своими реально описанными обстоятельствами. Да, таких жалоб было немало и в России, и в Грузии, и, например, в Бельгии, наверняка и в других странах. Хорошо, значит, неторопливый судебный процесс, обилие жалоб и так далее, но что всё-таки людей побуждает, вот, всё-таки искать справедливости в ЕСПЧ? Самые частые проблемы связаны с судебной системой. Скажем, самые частые, наверное, сейчас – это слишком затянутые дела. Особенно досудебное следствие, да, я насколько понимаю. Это и дело Миккельсона, и дело Лавента в Латвии касаются именно этих вопросов. Сейчас даже больше из-за судебных дел, когда, например, Верховный суд отменяет решение Кружнова и возвращает дела на новое рассмотрение, и в сумме получается два круга по три инстанции, например. Слишком много проходит времени. Ещё типичная проблема – это содержание в предварительном заключении, а именно обоснованность его. Судьи должны в своих решениях содержать человека под стражей не просто копировать мнение прокуратуры, что человек представляет опасность, а давать собственную аргументацию, почему конкретный подозреваемый может сбежать или представляет угрозу для свидетелей. Или препятствовать следствию. Да, например, так. А откуда судья возьмёт эти данные, кроме как не из документов прокуратуры, которые ходатайствуют о заключении человека под стражу? Да, он должен оценивать и мнение прокуратуры, и возражение защитника, самого подсудимого или обвиняемого. Он должен показать, что прислушивается к аргументам обеих сторон, а не занимает какую-то одну сторону заранее. И насколько принятые ЕСПЧ решения в отношении таких дел повлияли на практику? Ведь мы видим, что всё равно людей, в том числе правозащитников, задерживают и держат в предварительном заключении месяцами. И это даже становится методом, ну или не методом, а поводом для дальнейшей критики, потому что, ну, например, дело, возбуждённое полицией безопасности по так называемому родительскому собранию, оно было закрыто в результате. Однако люди, которые были по этому делу допрошены или привлечены, они находились именно в предварительном заключении. То есть получается, что вообще безосновательно. Однако судьи на это пошли, ну, так сказать, подписали это решение. Есть определённый прогресс здесь, потому что сейчас у людей в Латвии есть возможность добиваться уже в стране компенсации за необоснованное содержание под стражей или, например, за слишком долгое рассмотрение гражданского или уголовного дела. То есть это без всякого ЕСПЧ они могут подать такую жалобу куда? В суд. Другой вопрос, что жалоба может привести к только формальному успеху, скажем, слишком маленькому символическому размеру компенсации, тогда, да, придётся опять подавать в Европейский суд по правам человека. А если говорить ряду на тех делах, что вы упоминаете, да, в политическом давлении, я думаю, что на то, что сейчас в последние месяцы целый ряд таких уголовных дел был прекращён против оппозиционных активистов, повлияло, скажем, то, что в конце прошлого года Европейский суд достаточно быстро обратил внимание на жалобу Александра Гапоненко на его досудебное задержание и задал ряд вопросов правительству Латвии о том, чем именно это задержание пожилого человека было обосновано. То есть это даже не судебный процесс, а это какое-то досудебное следствие, которое проводит ЕСПЧ? Это сбор доказательств по делу. Суд изучил жалобу, полученную от Александра Гапоненко, увидел, что она не является очевидно нелепой и достаточно быстро по сравнению с другими делами, задал вопросы Латвии. Какие конкретно были основания для содержания под стражей? То есть получается, что это дело принято к следствию и в какой-то перспективе может быть вообще рассмотрено или Гапоненко может отозвать свой иск? Отозвать иск может любой человек в любой момент, но это значит, что у него хорошие фанцы быть рассмотренным быстрее, чем обычно. Потому что обычно до такого доходит дело не через год-полтора, а, скажем, через три года. Понятно. Хорошо. Теперь вернемся к нашему разговору о том, что большинство исков отклоняется, как Вы сказали. Почему отклоняются иски? Отклоняется подавляющее большинство исков. По Латвии около 96% по данным по статистике последнего года. С уверенностью сказать трудно, потому что мы даже, когда сами получаем такие отказы, обычно они очень коротко сформулированы на одной странице, что суд считает, что жалоба не соответствует требованиям такой-то статьи. Скажем, не пройдены все доевропейские судебные инстанции, и подробностей не дается. Ну, предполагаю, что в основном проблема из-за неправильного оформления жалоб или подачи жалобы на те справа, которые не закреплены в Европейской конвенции. Если это готовят не юристы, бывают сложности у заключенных, понятно, например, с подготовкой таких жалоб, и европейский суд может быть более благосклонен и не требовать от них копии всех документов, понимая сложность их положения, но все же требуется, чтобы жалоба была обоснована, чтобы все возможности обжалования в Латвии были пройдены. И тут сложно тем, у кого нет возможности получить юридическую помощь. Ну, юридическая помощь – это дело платное. То есть, для того, чтобы написать иск в ЕСПЧ, наверное, нужна особенно высокая квалификация юриста, адвоката и так далее. Почему латвийские адвокаты берутся за такие дела, как вы думаете? Есть дела, которые могут стать громкими и помочь репутации самого юриста. Прославить его в веках. Да. Есть дельные дела, которые могут быть и прибыльными, скажем, по недвижимости. Есть дела, которые интересуют общественные организации. Скажем, то, чем мы занимаемся по проблемам образования, эти жалобы мы готовим бесплатно. Но, кроме того, все-таки могут люди подавать достаточно эффективно, потому что на первом этапе можно подавать жалобу и на русском языке, и на латышском. Лишь на позднейшем этапе потребуется подавать уже комментарии к ней или на английском, или на французском. Даже на русском языке ЕСПЧ притимает? Изначальные документы, изначальную жалобу можно и на русском языке, благодаря тому, что Россия участвует в европейском суде и на латышском, хоть на мальтийском. Ого! Демократия в действии. Тут важно, что европейский суд не имеет никакого отношения к Европейскому Союзу. В Европейском Союзе 27 стран. Все они участвуют и в Европейском Суде по правам человека тоже, но не только они, еще участвуют и Россия, и Украина, и Турция, Великобритания и многие другие. То есть, если Евросоюз распадется, как многие опасаются или предрекают, то ЕСПЧ останется незыблемым инструментом или институтом защиты прав человека? Или все-таки европейские общие документы как-то повлияют на его работу? Юридически, да, Европейский суд по правам человека остается вне зависимости от Евросоюза. Так уже случилось с Великобританией, которая уходит из Европейского Союза, но остается в Европейском Суде. Другое дело, политические обстоятельства, поскольку в том же британском обществе один из аргументов, использовавшийся для выхода из Евросоюза, был как раз жалобы на Европейский суд по правам человека, что он ограничивает свободу действий британского правительства. Хотя это не связано, но в риторике перед референдумом пригодилось. И там есть также и идея о том, чтобы уйти и вообще из Европейского суда по правам человека тоже. То есть, если вы выходите из ЕСПЧ, вы какие-то конвенции разрываете? Как это юридически происходит? Может происходить? Конкретная страна может сообщить, что она выходит из Европейской конвенции по правам человека. Через несколько месяцев исчезнет возможность подавать новые жалобы на новые нарушения. Правда, те жалобы, которые сейчас уже поданы, даже если завтра Великобритания уйдет, все равно Европейский суд будет рассматривать жалобы, поданные сегодня. Тут интересно, может быть, то, что происходит сейчас с Латвией и некоторыми другими странами из-за пандемии. Есть более мягкий вариант, чем уходить из конвенции вообще. Так называемое отступление от обязательств. В чрезвычайных ситуациях государство может заявить, что оно отказывается от своей обязанности соблюдать некоторые, не все, статьи Европейской конвенции. Вот в марте этого года Латвия вместе с несколькими другими странами сообщила Европейскому суду о том, что она ограничивает свою ответственность по нескольким статьям. Некоторые из них достаточно понятны. Это свобода собраний, поскольку временно запрещены митинги и пикеты. Это свобода передвижения. Это право на получение образования, потому что закрыты школы и границы. Правда, проблема в том, что в этих статьях Европейской конвенции уже сказано, что при необходимости их можно ограничивать по соображениям здравоохранения. И те страны, которые наиболее пострадали от пандемии, Бельгия, Италия, Франция, Испания, так не отказываются от своих обязательств. Они признают, что достаточно того, что в самой конвенции написано. Есть возможность ограничений для здравоохранения. Почему-то возможностью отказаться временно от своих обязательств пользуются, видимо, не самые демократичные страны, такие как Румыния, Латвия и некоторые страны, вообще не входящие в Евросоюз. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Через две минутки вернемся. Не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня в программе «Подоплека» вместе с членом правления Латвийского комитета по правам человека Александром Кузьминым разбираем ЕСПЧ и то, как и кто может в этом суде отстаивать свои права. Итак, мы в первой части программы говорили о том, что права, отстаиваемые в ЕСПЧ, охватывают политические, общественные, гражданские права и имущественные. И таких исков было подано в ЕСПЧ от Латвии довольно много, но 96% этих исков были отклонены, поскольку суд усмотрел в них несоответствие к каким-то своим рекламентам, процедурам и так далее. И это вообще практика ЕСПЧ – заворачивать иски, поскольку 47 судей этого судебного органа не справляются с сокровным потоком жалоб, которые к ним направляются. Но все-таки были дела, по которым латвийские граждане и неграждане, наверное, смогли отстоять свои права, и даже они получили какой-то резонанс в прессе. Хотя мы видим, что далеко не каждое дело такое получает освещение в прессе. Вот почему, как вы думаете? Некоторые дела касаются нарушений, просто относящихся к одному делу. Скажем, судебное заседание провели без участия истца или ответчика, при этом ему должным образом не сообщили о заседании или перенесли его неожиданно. Такие отдельные случаи, и в средствах массовой информации не привлекут особенное внимание, и не повлияют на саму судебную систему. Наиболее важны те дела, где проблема не в отдельном чиновнике или судье, а в законе. И такие дела были и у нашего латвийского комитета по правам человека. Одно из них, например, по языковым экзаменам для кандидатов в депутаты. Это под Колзино против Латвии? Да, одно из первых дел в Европейском суде для Латвии. Другие дела про пенсии для неграждан за советский стаж в других республиках. Опять же, системные проблемы, касающиеся тысяч людей. Или законодательство о изъятии органов для пересадки? Вот пенсии. Это такой животрепещущий вопрос. И я лично знаю немало случаев, когда людям, которые проработали часть жизни в России или на российских предприятиях, имевших филиалы в Латвии, не получали за этот стаж соответствующего пенсионного обеспечения. Как удалось эту проблему, так сказать, возвысить и провести через ЕСПЧ и добиться ее решения? И в полной ли мере это удалось сделать? Это хорошая иллюстрация, потому что то дело Андреевой против Латвии о таких пенсиях заняло в одном европейском суде 9 лет. Показатель, в чем проблема. Действительно, в 90-е годы просто только граждане получали пенсию за стаж в других советских республиках. Потом был заключен отдельный договор с Украиной в украинском стаже. Был заключен договор и с Россией, но его не спешили ратифицировать, он не вступал в силу. То есть это договоры о взаимной социальной помощи? Да, о социальном страховании. И получалось, что неграждане не получали пенсию за то, за что граждане получали. То есть это было нарушение гражданских прав, получается? Это было нарушение права на собственность, поскольку люди делали свои взносы в общий бюджет социальный. В 2009 году Европейский суд признал, что так делать нельзя. В деле, которым мы занимались с пенсионеркой, работавшей считалось в России, хотя фактически в Олайне, но в союзном подчинении. На предприятии союзного подчинения. Да, и после этого ей выплатили компенсацию, и Латвия ратифицировала договор с Россией и с Белоруссией, кстати, от зачёта такого пенсионного стажа. Теперь пенсионеры, неграждане, работавшие в России, получают пенсию за эти годы. Но проблема в том, что не получают такой пенсии те, кто работал в Закавказье, в Казахстане, в Средней Азии. Из-за этого нам пришлось с другими пенсионерами вновь идти в Латвийский конституционный суд в 2010 году. Тот проблем не усмотрел, и в 2011 году мы снова обратились в Европейский суд с похожим делом по Средней Азии и Казахстану, Савицкий против Латвии, и оно рассматривается уже 2009 год. Дела идут, контора пишет. Мы привыкли к тому, что это игра на долгую перспективу. Мы уже осознавали это после, например, предыдущего 9-летнего дела. Так что продолжаем упорствовать. А, кстати, вот Андреева, допустим, получила компенсацию на какую-то сумму от Латвии. И получила ли она в этом случае недополученную пенсию, или компенсация перекрыла ее убытки за время ожидания решения? Она получила компенсацию, можно сказать, за время ожидания решения Европейского суда. Но Агентство социального страхования не стало перерассчитывать ей пенсию. Ей пришлось подавать в административный суд заново, но тут, к сожалению, она умерла. Понятно. Ну, то есть, справедливость восстановлена, а имущественные права не особенна? Справедливость за прошлое ей удалось восстановить за посеренную пенсию, но не на время после решения суда. А с другими пенсионерами получается наоборот. После вступления в силу договора с Россией и с Белоруссией с 2010-2011 года они получают пенсию, но они не получают пенсию за нулевые годы, когда они тоже были лишены, как и Андреева, части своей пенсии, части своего стажа. Однако компенсацию за эти годы не получают. Почему? Потому что выплачивают им только с момента, когда вступил в силу договор с Белоруссией, или с Россией, или с Украиной. Понятно. Следствие закончено, забудьте. Хорошо. А какие еще резонансные дела позволили изменить латвийскую практику правовую в отношении гражданского населения и его прав? Самое яркое, что первым приходит в голову, дело о языковых требованиях к кандидатам на выборах. После дела под Колузиной в 2002 году эти требования отменили. Правда, потом, после вступления в Европейский Союз, ввели очень похожие требования уже не к кандидатам, а к депутатам. Перед депутатом можно лишить мандата за предположительно недостаточное владение латышским. С одним таким делом мы сейчас обратились в другой международный орган, в Комитет ООН по правам человека, который сейчас рассматривает такую жалобу на лишение мандата депутата из Балве. Но есть и громкие дела, которые находятся на рассмотрении прямо сейчас. Я упоминал одно из них по пенсиям, другие, например, по праву быть избранным в парламент, дело Жданок, сейчас рассматривается уже второе такое дело, и дело о запрете митингов, дело общественной организации «Родина». Вероятно, в будущем можно предсказать и другие громкие дела. Например, сейчас принят закон о запрете на публичных мероприятиях советской униформы. Вероятно, пройдя Латвийский конституционный суд, людям придется обращаться в суд европейский. Ну хорошо, вот допустим, запрет советской униформы. Как должен выглядеть иск для суда, на основании которого рассматривается дело? Человека оштрафовали за то, что он пришел в этой форме куда-то на мероприятие, на встречу с людьми и так далее, его кто-то засек, выписали протокол, написали штраф, и вот это он оспаривает или оспаривается сам закон? Тут два основных варианта. Если человека оштрафовали, тогда он сначала будет обжаловать административное взыскание, проходить в судебные инстанции. Если человек подал заявку на проведение мероприятия с использованием, допустим, советской формы в честь освобождения какого-то города, и ему отказали на этом основании, тогда надо будет обжаловать еще и сам закон в Конституционном суде Латвии. Если Конституционный суд сочтет, что такие запреты допустимы, тогда придется обращаться в Европейский суд. В его практике точно таких дел найти мне не удалось, но были похожие дела с Венгрией, в которой запрещалось использование красной звезды, запрещалось использование совместности серпа и молота. Тут Европейский суд вступился за венгерских коммунистов и закрепил их право использовать такую социалистическую символику постсоветского времени. То есть можно предположить, что если у вас есть майка, бригада С, на которой изображен в виде серпа и молота этот символ, вместо буквы С, то вас никто оштрафовать не может, потому что есть прецедент в отношении венгерских коммунистов. Оштрафовать не должны, но уже после этого латвийские законодатели все равно поддерживают этот запрет. Так что если человека оштрафуют, тогда он может обращаться к правозащитникам, в том числе к нашему Латвийскому комитету по правам человека. И если он готов идти много лет сначала через латвийские суды, потом в европейские, тогда у него будут хорошие шансы выиграть и в не очень скором будущем добиться отмены и своего штрафа, и закона. Понятно. То есть получается, что все-таки прецедентное право, оно и в ЕСПЧ тоже имеет значение? Оно имеет большое значение, но государства обычно не спешат отменять свои законы, даже когда Европейский суд отменил похожие законы в других странах. Почему? Если закон был принят, значит у него есть политическая поддержка, и юристы Министерства иностранных дел или юстиции будут искать отличия в своей ситуации, пытаться обосновать, что запрет, который недопустим в одной стране, допустим в своей. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Будьте любезны, вопрос такой, а были ли случаи, когда правительство Латвии было назначено по решению Европейского суда в виде выплаты каких-то компенсаций жертве, либо штрафы какие-то были доложены, и в частности по делу Александра Гапоненко. Можете сказать? Будьте любезны. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Во-первых, общее. Да, такие дела, которые оканчиваются в выплате компенсации, есть. Их довольно много. Судя по списку в Википедии, который опубликован, там 5 тысяч евро, 10 тысяч евро, 15 тысяч евро, и даже где-то миллион был. Всего в Латвии было более 100 таких дел, окончившихся в пользу заявителей, где Европейский суд признал, что их права нарушены, и обычно в таких случаях он присуждает и денежную компенсацию, или за моральную ущерб, или за материальную, и дополнительно за расходы на юридические услуги. Но что касается дела Александра Гапоненко, то оно пока еще не дошло в Европейском суде до окончательного решения, поэтому пока там никакой компенсации еще не может быть выплачено. Ну, я думаю, что даже если по его жалобе было прекращено дело о родительском собрании, это уже большой успех, наверное, правозащитников, потому что на самом деле по этому делу привлекалось множество людей, допрашивалось там и так далее, я не знаю, какой статус там им присваивался, но тем не менее это очень тревожило людей. У нас есть еще звонок. Добрый день, говорите. Добрый день. У меня вопрос, значит, такого характера. Все тут знают в Латвии, и правящие, и неправящие, о том, что динационализированных домов вернули 90% неправильно, против закона. Эти все дома были заложены, все за них получили, получается, по второму разу свою собственность, которая уже была оплачена ранее. И это послужило поводом для выселения тысяч, много тысяч, десятков тысяч людей из своих квартир. Сейчас опять готовится закон, чтобы этих оставшихся людей лишить права на жилплощадь, то есть ликвидировать бессрочные договора. Собираются куча комиссий, каждый раз пытаются протолкнуть этот закон. Вот по этому закону не проще подать в Европейский суд о том, что незаконно были динационализированы эти все дома, и хотя бы приостановить, пусть это будет на 8 лет, на 10 лет, но приостановить этот беспредел, этот процесс выселения людей на улице. Спасибо. По положению жильцов динационализированных домов я хочу отметить, что да, есть этот опасный законопроект, но благодаря в том числе протестам самих жильцов уже полтора года, как минимум, он находится в Сейме, и пока что удается сдерживать его принятие в таком опасном для жильцов виде. Но что касается Европейского суда, то тут я не рекомендую рассчитывать на него по двум главным причинам. Во-первых, когда Латвия присоединялась к Европейскому суду, ратифицировала Европейскую конвенцию, она сделала оговорки о том, что имущественная реформа, динационализация не является, по общему правилу, поводом для таких жалоб. Во-вторых, проблема в том, что у жильцов все-таки было именно право аренды на эти квартиры с советского времени, а не право собственности. В Европейской конвенции защищено именно право собственности, право на собственное имущество. Хорошо, но вот право собственности таких господ, как Вистенша, Перепелкин, все-таки Европейский суд по правам человека защитил. Почему им пришлось обращаться туда за защитой своих прав? На землю в Рижском порту, насколько понимаю. Да, это было, наверное, самое крупное в денежном выражении дело, из рассмотренных по Латвии европейским судом. Оно дошло до рассмотрения в максимальном возможном составе. Если большинство дел рассматривают три судьи или семь судей, то это одно из немногих дел, которые рассматривали 17 судей европейского суда и присудили более 1 миллиона евро компенсации. Это показывает, что право человека относятся не только, скажем, к проблемам заключенных и их условия содержания, но и к вопросам коммерческим, когда государство пытается по ходу развития событий переписать законы в более удобном для правительства виде, ограничивая права землевладельцев. И в этом случае такой большой состав суда пришел к выводу о том, что Латвия была не права. Почему именно такое количество судей потребовалось? Есть четыре варианта в европейском суде. Если суд видит, что жалоба явно не обоснована, то один судья может ее отклонить, но это должен быть судья не из того же самого государства. Если дело заслуживает серьезного рассмотрения, то в зависимости от его сложности его рассмотрят трое или семеро судей. И если их постановление одной из сторон не устроит, она может его обжаловать и будет приниматься решение, нужно ли рассматривать это дело в максимальном составе 17 судей. Вот это так называемая большая палата? Да, большая палата, самый большой возможный состав. Какой процент исков или дел рассматривает именно большая палата? Можно сказать? Это доли процента. И даже из тех дел, которые дошли до постановления по существу, это очень небольшое количество, в Латвии таких дел было около 140. Дел, которые дошли до большой палаты, примерно 7. Получается, из таких серьезных дел, рассмотренных по существу, не более чем процентов 5. Рассматривала большая палата и приняла решение по нему. Да, такими были в Латвии дела о избирательных правах, дело Жданок, и дело о пенсиях, дело Андрееве, которое мы рассматривали. То есть это говорит о том, что Латвия билась в этом вопросе до конца? И Латвия, и... Заявители. И тот, и другой может обжаловать решение простой палаты 7 судей. Ну, кстати, я вспоминаю, что когда первые такие резонансные дела появились против Латвии в ЕСПЧ, в том числе по имущественным вопросам, были публикации, в частности в латышской прессе, о том, что Латвия не слишком тщательно подходит к подготовке своих аргументов для суда, и поэтому проигрывает, выбирает не лучших юристов. И еще один такой момент, что люди, которые принимали от имени государства решение, они не отвечают своим кошельком за это решение, а платят по иску компенсацию налогоплательщики. То есть получается, что такая инициатива или беспредел, который осуществляется в отношении каких-то конкретных людей, он не наказуем. И так ли это, как вы думаете? Или Латвия учла свои ошибки и сейчас более тщательно подходит к подготовке таких международных дел? Тут две разные темы. По одному вопросу, что чиновники действительно или судьи не несут ответственности за решение, которое через много лет Европейский суд признает совершенно необоснованным, нарушающим права конкретного человека, это реальная проблема. И на репутации судей это не отражается тоже. Да. Но, что касается второй темы, о качестве работы латвийского правительства, тут я считаю, что у него вполне квалифицированные юристы работают, которые ищут и находят аргументы в пользу интересов правительства Латвии. Так что тут не стоит сваливать поражение латвийского правительства на них. Проблемы или в социальном отношении, что, скажем, слишком тесные были многие годы условия, и регулярно из-за тюремных дел Латвия проигрывала, или в воле законодателей, которые хотят ограничить чьи-то права, например, неграждан на пенсию. И тут, несмотря на то, как усердно работали латвийские юристы, проблема именно в том, что это неравное отношение к людям, которые одинаково работали. Интересно, вот это отношение неравное, которое часто латвийский правящий класс объясняет историческим наследием тяжёлым, что и в отношении языка, и в отношении школьной реформы особые правила в отношении меньшинств, например, всегда объясняются именно тяжёлым советским наследием. Вот эти аргументы, они продолжают играть роль, или всё-таки со временем их вес уменьшается? Тут, наверное, самое яркое первое дело «Жданок», 2006 год. Тогда латвийскому правительству удалось убедить суд в важности таких особых исторических обстоятельств. И суд европейский решил, что тогда, в 2006 году, запреты для деятелей Компартии Латвии на избрание в Сейн ещё допустимы. Но тогда же суд написал, что в скором времени эти запреты необходимо будет отменить. Прошло 12 лет, их так и не отменили. И после того, как не удалось зарегистрироваться Теянею «Жданок» как кандидату в Сейм в 2018 году, ей пришлось снова обратиться в Европейский суд. Надеемся, что поскольку это дело уникальное, повторное, в вопросе, где Европейский суд уже высказывал своё мнение, его могут рассмотреть побыстрее, чем обычно. Хорошо. Спасибо Александру Кузьмину, члену управления Латвийского комитета по правам человека, за его рассказ о ЕСПЧ. Я вижу, что у нас есть ещё звонки, но, к сожалению, время передачи уже подошло к концу. Я всех отсылаю к статье в Википедии о постановлениях ЕСПЧ в отношении Латвии. Этот список объёмный, имеет ссылки, всё можно почитать, ознакомиться и убедиться, что ЕСПЧ способен защищать права гражданские, общественные, политические и имущественные граждан перед лицом нашего же правительства. И запись этой передачи через какое-то время можно будет найти в Ютубе и снова её прослушать. У нас был в гостях Александр Кузьмин, член управления Латвийского комитета по правам человека. Передачу вела Людмила Припыльская, звукорежиссёр Евгений Копеин. Всего доброго, до следующего четверга. Спасибо, до свидания.